Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша и это 21 выпуск информационной программы новости Apple. Итак, поехали! Участники стартапа LockBear представили на выставке iWord 2014 умное кольцо Ring. В отличие от своих аналогов, новинка умеет распознавать движение владельца, что позволяет практически в буквальном смысле управлять реальностью. 5 апреля состоится открытие первого в Турции Apple Store, говорится в официальном приглашении Apple. Фирменный магазин компании будет работать в крупнейшем городе страны Стамбула и располагаться в большом торговом центре Zorlu Center. Площадь торговой точки составляет 1860 квадратных метров. После долгих лет и спекуляций, Microsoft официально представила офисное приложение для планшетов iPad. Программа позволяет открывать и редактировать файлы офисного пакета. Оно предоставляет доступ к документам в удаленном хранилище и поддерживает автономную работу. Полный обзор Microsoft Office для iPad вы сможете найти на моем канале, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Компания VSJ опубликовала фотографию секретной комнаты, в котором создавалось программное обеспечение для первого поколения смартфонов iPhone. Снимок предоставил старший инженер-программист Apple Грик Кристи, рассказавший интересные подробности о том, как происходила работа над первым телефоном Apple. Известно, что iPhone является самым популярным телефоном на целом ряде рынков. Хотя общая доля смартфонов под управлением Android больше. Маркетинговые исследования аналитиков из Forbes показывают, что суммарно меньше, чем за 7 лет Apple поставила около 500 миллионов телефонов iPhone по всему миру, что принесло ей порядка 300 миллиардов долларов совокупного дохода. 24 марта является знаменательным днем для всех пользователей и фанатов продукции Apple. В этот день, 13 лет назад, на свет появилась операционная система Mac OS X, которая, по мнению экспертов, была суждена стать катализатором безудержного роста популярности компьютерных устройств Apple. Компания Apple обновила раздел сайта, отображающего статистику адаптации операционной системы iOS 7 среди владельцев iPhone, iPad и iPod Touch. Уже свыше 85% пользователей перешли на седьмую версию операционной системы. Компания Pegatron, контрактный сборщик iPhone 5C, ведет подготовку к началу массового производства iPhone с крупным экраном и iPad Air второго поколения, сообщает The China Times. По данным издания, выпуск новых моделей запланирован на осень этого года. Компания Apple анонсирует ежегодную конференцию разработчиков WWDC 2014 в ближайшие недели. По данным издания, купить билеты и получить подробную информацию о предстоящей выставке можно будет 23 апреля. Компания Apple собирается добавить в восьмую редакцию мобильной платформы iOS новое приложение для мониторинга здоровья человека. Называется оно, судя по утекшим в сеть скриншотам HealthBook. Ранее уже сообщалось, что в умных часах iWatch будет огромный фитнес-функционал. Судя по всему, производитель iPhone всерьез задумался о том, чтобы создать целую медицинскую экосистему в своих продуктах. Если это действительно так, то, зная серьезный и внимательный подход Apple к своим разработкам и идеям, в скором времени нас ожидает революция в сфере медицинской диагностики и здравоохранения. По мере приближения предполагаемой даты презентации iPhone 6, множится и число слухов об этом устройстве. На сей раз источником слухов о новинке стал японский портал MacFan. На страницах сайта появилось изображение и чертежи iPhone следующего поколения. Утверждается, что эти схемы будут использоваться производителями аксессуаров при создании пластиковых, полиуретановых, алюминиевых, кожаных и силиконовых чехлов. Планшеты iPad следующего поколения будут оснащаться специальной обложкой двойного назначения, которая одновременно является клавиатурой и защитным чехлом. По крайней мере, такой вывод можно сделать из новой патентной заявки Apple. Конструктивный аксессуар под названием iPad Smart Cover будет напоминать обложку-клавиатуру для планшетных компьютеров Surface. А на этом 21 выпуск информационной программы новостей Apple подошел к концу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры создавал DimaTorzok